Субтитры делал DimaTorzok Смогут ли они налить команду Дрэгон? Дамы и господа, мы посмотрим Мне кажется, не менее захватывающий матч сейчас уже будет На пики бана у нас уже пошли Лисин уходит в бан первым со стороны команды Супер Тим Рукапа Кого же будет банить Мирорент? Кстати, мне кажется, против него будут нацелены все баны от Супер Тим Рукапа Ох, Лулу уходит Лулу против Лазани, конечно же Он показал в прошлой игре потрясающие действия и тактики цель этого чемпиона Лазани уже давно известен как игрок, потрясающе отыгрывающий на Лулу Поэтому Пантеон, в свою очередь, уходит в бан против, опять же, Мирорента Будет ли бан в Уконгол? Мне кажется, команда Дрэгон, в свою очередь, забанит Казикса Казикса должен быть забанен против обеих команд 100% Что Анимон, что Мирорент показывали отличную игру за этого Жука Да, забанили уже двух мидленеров и двух лесников Как они серьезно опасаются друг друга Что Б2-2 является такой главной опасностью для команды Дрэгон А с другой стороны, Мирорент, конечно же Сколько раз мы его отличали среди всех Да, ну что ж, кого же забанит Лазани в качестве последнего пика? Да, это будет Вуконг против Мирорента, опять же Уходит этот герой ни в коем случае Как мы уже много раз утверждали Нельзя оставлять Мироренту в Вуконга Да, Пантеон тоже Кстати, слишком опасное оружие в руках Мирорента Да, и Лисин Конечно, Казикса уходит в бан и четыре Лисника забанены Лазани берет ли бланк? Не хочет он давать этого чемпиона Питера Покеру? Да Покеру Сенпаю Покеру Сенпаю Вай Пик джанглера для Мирорента Почему я не удивлен? Если он не получает Казикса, он берет Вуконга Если не получает ни Казикса, ни Вуконга Скорее всего, это будет Вай для него Либо Пантеон Либо Лисин С другой стороны, какие опции остались для Лисника команды Супер Тим Капа для Анимона? Кто же открыт? Это Элис Эвелин и Элис, да Кого же заберет Арчи? Это может быть Зет для Питера Покера Будет хорошим вариантом И увидим ли мы сегодня от Power of Dreams на топ-лейне Райза? Да, потому что Зет против Ли Бланк Мы видели в ЧЖ против Гути Мультигейминг Далекон показали себя лучшим образом Да, сейчас как раз Команде Супер Тим Рукапа Нужно подобрать такой пик на топ-лейне Который будет довольно универсальным И если вдруг со стороны Драконов появится Райз Этот чемпион сможет хорошо ставить Против такого АПшника на топе Бот-лейн укомплектовывает команду Супер Тим Капа Это будет Сивир и Эни Очень хорошие будут у них прокасты Кстати говоря, не решились отнести забрать Леону Как в предыдущем матче В свою очередь Покер забирает Леону для Арчи Да, кстати, мне кажется От Лазани мы увидим интересный мид-лейн за Ли Бланк Он хорошо покажет себя на этой позиции Транлим, в свою очередь Будет ли Кейтлин и Леона для Арчи Леона для Арчи это классика жанра Сколько раз мы от Дрэгон наблюдали пики Связанные с Леоной И в свою очередь Кейтлин Для Транлима тоже ничего необычного Людсан тоже абсолютно ничего необычного Это тот герой, который здесь спокойно может появиться И если будет Вейгар, то это будет плейсхолдер Без всякого сомнения Это может быть трэш, кстати говоря Для Арчи Да, причем я подумал об этом Увидев пик Энни от Б2-2 Что может быть трэш на позицию суппорта от команды Дрэгон Если говоря, мы однажды видели Или Маргана Или Маргана Да, как вариант Потому что магического урона уже очень много Супер Тим Капа Это Ле Бланк, конечно, даже и Энни С ее колоссальным количеством magic damage на ботлэне Даже на самых первых минутах игры Базовый урон никто не отменял С другой стороны, Jester of God берет уже всем любимого Ренниктона на топ-лейн Это чемпион хорош во всем Да Кстати, спросили тут, кто выиграл предыдущую игру Выиграли Супер Тим Рук Капа Предыдущий матч в сражении с Absolute Legends Итак, в бан В пикой Jester of God Ренниктона Пока что держит его у себя И Рэхаб Кого же возьмет Рэхаб на позицию джангла? Потому что Анимон взял сивирку Кстати, Рэхаб сколько раз уже он показывал на позиции Адекер и Сивир Из раза в раз Часто очень ассоциируется даже Рэхаб именно с Сивир Забирает все-таки Элис Как ты говорил И да, Power of Dreams забирает Райза Это будет все-таки Райз на топ-лейн со стороны команды Dragon Вновь мы увидим этого героя Как сможет им сегодня отыграть Power of Dreams в этом сете Мне крайне интересно, потому что вчера он был успешен Очень успешен Тот дэмэдж, что показывал Райз с помощью своих оверлоудов и рун-призонов Очень впечатляет Да, Райз по-прежнему опасен И главная его, так скажем, особенность раскрывается Как раз таки ближе к концу мид-гейма, когда он набирает обороты Когда настакивается его капля Чем больше маны у Райза, тем больше, соответственно, урона он наносит И он становится большой-большей опасностью Ну что ж, сможет ли Power of Dreams сделать то же самое Посмотрим Ну, Ринектон, это Ринектон все-таки Ну что ж, ждем мы появления последнего игрока со стороны синей команды И мы вновь начнем серию пиков и банов Так как это был плейс-холдер Причем со стороны дрэгона Или подожди, со стороны дрэгона был Вейгар Вейгар, да От Питера Покера Но это плейс-холдер Так как Арчи уже забрал Зеда в качестве второго пика И какой же плейс-холдер от Супер Тим Рукапа Или без плейс-холдеров Со стороны синего цвета По-моему, там было все хорошо Забрал Забрал Рехап последним пиком Элис На топ-лейн, по-моему, пошел Ринектон И все вроде хорошо для команды Супер Тим Капа Вроде как их комплект готов на эту игру Да, для Лазаньи или Бланк Кстати, мы уже упоминали Нет, для Б2-2 Нет, Лазаньи Мне кажется, Лазаньи Опять очередная слаба Мне кажется, Лазаньи будет сейчас играть на Мид Лейне И, скорее всего, он будет играть на Мид Лейне постоянно Со стороны Гуд Тим О, Гуд Тим Супер Тим Рукапа Гуд Тим Капа Гуд Тим Капа Да, и мы снова возвращаемся в пики и Банны Д дорогие друзья Анимон Будет первым пиком для себя забирать Свой Элис И Миро Рент Это первый пик со стороны Драконов Ну что ж, сейчас Арчи нам расскажет Какого же он в итоге взял Трэш или Марган Трэш или Марган Один из двух вариантов И карма не угадали мы Абсолютно никак Будет карма от суппорта команды Дрэгон Мы видели от Думече карму сама по себе карма очень хороша и Думейча неплохо сыграл, если бы не те моменты, когда он отдавал киллы в пользу на самом деле, да, карма чувствовала себя очень хорошо особенно против такого агрессивного комбо там была, по-моему, да, там была Леона но честно говоря, карма очень неплохо пукала именно на первых минутах игры с другой стороны, есть Эйни, которая может сделать то же самое но замедление от кармы может сыграть хорошую роль для этого чемпиона, для дуалейна в первую очередь команды Dragon и не подпустить просто Эйни для того, чтобы дать свой дизентегрейт, либо же автоатаки и нет, все-таки ты был прав, Лазанья пойдет на позицию суппорта это было лишь исключение из правил когда Лазанья берет Лулу и он идет на миндлейн, потому что Лазанья очень хорошо играет на этом герое и почему бы не свапнуться при таких обстоятельствах как в прошлой игре, то же самое было и с Лулу ну что ж, очередное противостояние для Бланка и Зеда, в тот раз Зед чувствовал себя очень хорошо против Лебланка, несмотря на то, что у него мили-радиус автоатак а у Лебланка Рейнши она обладает куда лучшим поком да, что касается еще, я даже не знаю что здесь можно отметить в качестве дополнения по этим пикам довольно хорошо собрали свои сетапы обе команды мне крайне нравится и Сивирзи со своим OnTheHunt будет помогать грамотно позиционироваться и себе, и Эни и Рениктон будет врываться более эффективно благодаря этому OnTheHunt но с другой стороны есть Арчи при помощи мантры он будет давать чит абсолютно на всю свою команду и также ускорять их на полторы секунды да, полностью согласен Зед ты уже сказал пару слов про мид-лейн команды Dragon в данный момент Питер Покер то, что он нам вчера показал на Зеде то, что сегодня будет показывать крайне многообещающее у нас противостояние будет на центральной линии зачем мы будем пристально наблюдать и вот, кстати, да какая линия будет самой интересной и самой насыщенной? как ты думаешь? мид? мид? ну да, очень много внимания опускается именно на мид-лейн потому что там много появляется скилла и много очень важных моментов потому что как только мид-дейнер проигрывает свою линию то тут же начинается давление на дракона и он может это отпустить да в качестве то, что касается топ-лейна там у нас Power of Dreams будет на Райзе что тоже мы будем отмечать из раза в раз так как вчера опять же он отлично отыграл на этом герой я даже думал отчасти, что команда Супер Тим Капа может забанить Райза против Power of Dreams либо сделать хотя Рениктон должен неплохо неплохо здесь встать ну по крайней мере он лучше среди всех остальных миличных брузеров справиться на топ-лейне с Райзем возможно Атрокс сыграл бы так же неплохо за счет своего гэп-клозера при помощи Дарк Флайта он бы долетал до Райза наносил бы ему несколько автоатак и хоть как-то возвращал этот урон ну что ж мобильность у команды Супер Тим Капа очень и очень большая с другой стороны килл потенциала у драконов очень много у них может быть станлок комбо при помощи ассалт батареи от Вайта уже с той же самой клетки от Райза и там же будет Z с его деф-маркой которая уничтожит цель буквально в доли секунды да так что это тоже момент за которым мы будем пристально наблюдать деф-марк эм Люциан Карма мы сказали уже достаточно слов по поводу Люциана Кармы ну они как минимум как минимум точнее покажут сейчас команде Кути Мульти Гейминг как нужно играть этим долейном вчера у них не получилось ну ГТМ я бы не сказал они хорошо отыграли early game но если бы не дальнейшие промахи то я думаю что все хорошо бы произошло то есть здесь очень важно не допускать ошибок то есть это та комбинация которая по сути не обладает высоким уровнем сустейна но у них много очень много поука и если они правильно реализуют свой поук правильно реализуют свои мувы то они достигают успеха и против команды супер тем рука против их связки север-эни это должно сработать на все сто процентов как обычно можно наверное перейти к обсуждению уже лесников про них мы ничего абсолютно не сказали анимон будет на элис потому что четверых лесников забанили мир район забрал свою вай и в принципе других опций и вариантов для анимона не оставалось была эвелин как вариант мы наблюдали эвелин пик по-моему команды эмпайр даже несмотря на пик вай со стороны другой команды то есть хотя вай уничтожает эвелин в пух и прах то есть все что нужно сделать вай это ворваться с помощью валдбрейкера тут же дать пару атак ассабль беттери еще пару еще закинуть валдбрейкер и эвелин мало что сможет сделать хотя у эвелин высокий дпс и за счет дпс она может хоть как-то себя эффективно спозиционировать против выше упомянутый вай но тем не менее итак мы уже перешли в загрузочный экран что будет по драконам в этой игре как ты думаешь смогут ли ребята из синей команды из супертим рукапа эффективно воспользоваться своими пиками элис или бланк для того чтобы забирать драконов с другой стороны на самом деле свою хорошую роль в этом плане будет играть зэд которая будет наносить процент от хп до цели будет меньше половины здоровья и вай конечно же при помощи второй способности также наносит на первом уровне 4 процента от максимального хп так что возможности для забирания драконов есть в той и той команде мне кажется все таки у элис несмотря на нерв его будет побольше особенно то что супертим рукапа играет слева то есть у них будет больше опций для мувов каких то через стену но опять же все это такие моменты которые нужно будет прослеживать наблюдать и очень многое зависит еще от того как будут ротироваться джанглеры по карте то есть мы можем увидеть ганг в районе восьмой минуты на топ лейн со стороны либо команда супертим капа для того чтобы уничтожить райза постарается разобраться с power of dreams либо наоборот от мира рэнда для того чтобы укрепить положение райза на верхней линии и в этот момент как раз таки может прийтись хорошая ротация с противоположной командой и дальнейшее уничтожение дракона но с другой стороны они могут намеренно отдать этого дракона чтобы пробить в вышку на верхней линии только один из вариантов но честно говоря больше всего я жду ротации и рома со стороны обоих миддейнеров в первую очередь от зета потому что с самых первых минут он начинает пушить свою линию несмотря ни на что в отличии от лебланг которая не может так хорошо пушить как зет потому что у нее всего лишь один distortion и она очень монозантратная до 6 уровня только она набирает свою свою мощь там уже ману можно не жалеть и давать оба distortion в крипов пачку крипов и отпушить очень успешно а вот до этого момента зет может зажимать лебланг под ее же башней при помощи своей тени и своих сюрикенов и ромить на другие линии я жду этого с нетерпением от питера покера да ну что ж по стартовым предметам мы видим опять же маны кристалл от райза плюс 200 маны он получает что эффективно для этого героя на ранней стадии игры плюс бисквиты конечно же это утилити мастерис для него будут от рингтона доран шилд что менее кстати очевидно здесь мне казалось что рингтон постарается закупить доран блейд чтобы агрессии максимизировать свою агрессию с самых первых минут против райза стараться его продамаживать конечно же для джанглеров это хантерс мачете стандартные что касается мидлейна доран ринг угли бланк лонгсворд от питера покера постарается он пойти в самый очень ранний биджуат ракаттис чтобы как можно быстрее наносить больше урона от его ульты как известно чем больше это урона нанес во время действия в то время в то время пока висит метка тем больше урона получит цель после взрыва тем более не важно что является источником урона то есть будет билдшотер катлас который он билдается либо гнайт и все что угодно и так в свою очередь на ботлэйне у нас с фрост фэнга стартуют оба суппорта что карма что энни это чрезвычайно выгодный айтем для этих игроков для этих чемпионов и конечно же дона блэйда свап лэйна посмотрим не зря же лазанья и риха пришли в район топ лэйна и они очень хорошо может встрять сейчас power of dreams очень сильно по нему проходит incinerate стан от лазанья сильно проседает никуан у него нету фактически обзи для эскейпа флэш проходит от лазанья и пытается добить автоатакой power of dreams но он уходит еле-еле это было очень-очень близко немножко запоздалый флэш наверное был со стороны команды супер тим супер тим капа потому что никуан получил пару секунд для того чтобы отбежать от места куда прилетели уже они или никто поймали его очень хорошо ребята из команды супер тим ру капа что касается свап лэйна это очень хорошо для супер тим капа опять же эни и север обладают отличным пуш потенциалом возможности для поука и килл потенциалом конечно же что будет мешать power of dreams реализовать себя на по сути всех этапах игры ух уже агрессивно получает ignite от b22 вынужден отступить сильно поражат он до сотни здоровья и явно мы наблюдаем агрессивную игру от b22 чего не показал нам вчера flash in the night на лебланке ну учитывая его стиль игры мне в принципе не удивительно но на самом деле я удивлен почему Zed не получил раннего преимущества в отличии от лебланка которая так жестко загнобила Zed на первом уровне раньше получила второй мощный прокаст вынудила использовать его свою флешить и перезет в принципе большой опасности как только он использует свою тень и она будет на кулдауне то это сразу же знак для анимона заходить на ганг 3-1 ганг на топ лейне но отойдет power of dreams понимает он что здесь нужно проявить экстра осторожность в свою очередь петер покер на мид лейне вновь получает этот асиджил оф сайл дисторшн комбо не хочет не хочет естественно мид лейнер b22 давать возможность петера покера получать хоть какой-либо фарм и так далее что касается верхней линии я думаю что 3 3 в 1 не дадут никак райзу задэфить эту тарку и она будет скорее всего уничтожена сейчас ребятами из синей команды что касается бот лейнтауэрки она должна быть также уничтожена естественно красной командой других опций я не вижу иначе просядут сильно по голде очень сильно для 5 минуты 1000 золотых это колоссальное количество и тем более команда синего цвета идет дальше у них есть для этого все возможности учитывая то что есть не команды находится на бот лейне а нет прошу прощения да думал что мне реально хватит на бот лейне помогает с анной камерой разбивать и ради вышки в этой линии и никто к сожалению не смог справиться с этим натиском и нужно было отступить немножко и отдать да то что лазань и анимон получили сейчас по удару от вышки крайне негативно для них подходит миррорент на верхнюю линию будет ли что-нибудь здесь B2-2 разменяется по хп с питером покером кидает свой эфириал чейнс не получится у питера покера никак за чейзит ли бланк уничтожает очень быстро дабл големов команда супер тим рукапа для того чтобы получить additional experience на верхней линии и что же будет сейчас смогут ли тир-2 разбить синяя команда или же все-таки power of dreams и миррорент смог организовать какой-то мув чтобы этот этого не допустить прожимает сильно лазанью анимон также вынужден отступить рэхаб старается добить эту башню будет ли брыф от миррорента да лазанья проседает по здоровью но в ответ хороший кукун тут же арчи не попадает к сожалению благодаря паучкам с помощью своей первой способности никуан будет продолжать преследование лазанья на 60 процентов хп но у него нету маны абсолютно и будет продолжать райс дает рун призон тут же идет иммобалайз от арчи который не успевает раскастоваться до конца и я думаю что дальше не пойдут игроки дрэвен хотя их намерения здесь очень целеустремленные да супер тимкапа на самом деле уху пошло все-таки от кармы замедление проходит по рэхабу и драним получает кукун очень неприятый анимон здесь же дал по нему пирсинг лайт и добивает таки арчи делает этот килл на элис что крайне неприятно для ребята супер тимк рукапа хороший мув показали хотя да хороший мув показали супер тимк рукапа попытавшись с разворота убить ран лимон но не тут то было да честь потенциал у команды дрэгон очень-очень хороший мы это видели как под щитом практически до самого конца бежала команда дрэгон пытается забрать этот фиросбл тем временем b22 очень мощно прожимает питера покер на мидлейне и это отставание по крипам довольно серьезно для двух мидлейнеров в свою очередь прыгивает вновь b22 на питера покера прожимает его и этот сей попадает восхитительнейшим образом сейчас b22 забирает этот килл на мидлейне потрясающе что творит b22 вот это наверное мы точно не ожидали думали что все таки зэд будет посильнее как во вчерашнем матче но это было по крипамам обходит сейчас липланк зэда а также есть очень хорошее начало для b22 в этой игре с другой стороны тронлим ой агрессивно играет б22 используется дисторшн пытается в некотором роде подстегнуть мир рэнда для агрессии пока нету асфальт батареи у вай с ним можно делать практически все что угодно как только она использует свой вайлд брейкер она до тебя не доберется джейстеров гад пытается максимизировать свой аутпуш потенциал на топ лэйне получает в ответ прокасты от тронлимы и арчи его стараются отзвонить игроки красной команды или никтону нельзя давать возможность использовать свой кал в миг на большое количество миньонов все таки дали ребята из дрэгона эту возможность и джейстеров гад восстановил себе хп до 50% скорее всего будут отступать в свою очередь power of dream стреляет здесь сильно против анимона и рэхаба впрыгивает мирорент с помощью баутбрейкера в опасности находится вай но под башней своей красная команда не должна здесь ни в коем случае отдаться дрэгон хороший дамаг наносит сейчас power of dream с помощью оверлоунов идет бумеранг тут же впрыгивает питерпокер лазанья уходит с помощью флеша кукун был отличный от анимона сможет ли питерпокер уйти из-под удара рэхаба отличный дэмэдж покажет своих бумерангов сейчас рэхабы впрыгивает б2-2 с помощью дабл дисторжена sigil of silence и эфириал чейнс добивает райза даблкил в пользу б2-2 все было сделано команда супер тимгаба изумительным образом на самом деле анимон просто играет настолько хорошо что вообще в прошлом матче что в это арчи встрял неудачный эфириал чейнс от б2-2 и все остальные мувы синий команды я позваю этому уйти трандим встревает очень серьезно флеш дает через стену будет ли дальнейшее преследование нет не станут рисковать здесь игроки супер тимру капа будут разносить дракона как можно быстрее им нужно получить этот обжектив и дополнительное золото конечно же в их копилку анимоны дуалейн камоны супер тимгаба выполняют потрясающую работу на топ лэйне они принесли тревушки что не за один проход они пытались сделать на бот лэйне и присутствие анимона именно в районе лазаньевы и в районе того же самого рэхаба возможно это ключевой момент для супер тимгаба именно поэтому они выиграли прошлую игру и держится на очень высоком уровне и на первой позиции нашей турнирной таблице и сейчас драконам нужно очень сильно напрячься чтобы хоть как-то реабилитироваться после такого эрли гейма две смерти есть уже Питера Покера и три килла и уступим Б2-2 в этой игре кстати Питер Покер еще не собрал билд Шоттер Катлас и Рениктон заходит на мидлейн в опасности большой находится Питер Покер его будет преследовать Б2-2 нету маны но Игнайт ты посмотри на этот дэмэдж который погодит тренингодсер но не хватит дэмэджа скорее всего чтобы добить джейстеров гада и пятый килл уходит в пользу супер тимру капа но здесь же впрыгивает мир и Ренн идет дисторшн от Б2-2 сможет ли он уйти из-под удара в Вайф неужели нету возможности с помощью ваутбрейкера продолжить анимон поблизости и вариантов у команды дрэгон добить ли бланк нету да лимон соло сейчас будут защищать свою башню от Арчи и Арчи не сможет с этим сделать но как было хорошо разыграно супер тимкапа в очередной раз теперь джейстеров гад подключается ко всему этому действу и вместе с Б2-2 не забирает Питера Покера здорово очень серьезное отставание по уровню по экспириенсу по крипам он держится на уровне но по золотым какое же отставание по золотым на 1400 опережает Б2-2 Солидно Питера Покера до 10 минуты это очень и очень большая цифра и кстати говоря Лебланк в очередной раз пойдет через Афинсен Холли Грейл что касается ботлейна стоит отметить преимущество по крипам у Люцина транслим идет хорошо по миньонам в этой игре несмотря на то что отдали objective в пользу супер тимкапа у команды дрэгон еще есть шансы реабилитироваться в этой игре тем более это же драконы это команда которая оставалась непобедимая очень долгое время и отличным образом зашли идет агрессия небольшая вот Арчи по Лазанне в свою очередь Джейстеров Гад на топлейне прожимает Power of Dream сможет ли уйти Райз из-под этого удара красный баф есть у Джейстеров Гад это будет постоянное замедление по Райзу переключаемся мы пока что на нижнюю линию но стоит досмотреть что будет все таки наверху сможет ли Джейстеров Гад добить Нику он идет стан с помощью Рафли из предатора и все таки этот килл будет сделать в свою очередь на ботлейне Арчи получает Игнайт запрыгивает сюда Миро Рэн сможет ли он ему помочь очень Люциан но без к сожалению своего прыжка еще в течение следующих 10 секунд Ваулбрекер прожимает свой тянчий панда прыгивает сюда Анимон Арчи использует свой рут но добивает все таки Анимон Арчи 7-2 становится счет по количеству убийств в этой игре 3000 голды на стороне синей команды мощный плейцинерейд вот у нас за ней спас он его жизнь с заряженным станом Анимон ворвался попытался о боже ты мой что это происходит на медлене бедный Питерпокер б2-2 просажен по здоровью и все таки сможет поставить этот килл в восхитительный момент переиграл просто переиграл в этой дуэли 1-1 несмотря на 3 кила которые были у б2-2 и на самом деле после этого кила Z может набрать свои обороты и совершить небольшой камбэк для самого себя да абсолютно с тобой согласен что сейчас на топ лэйне 0-2 Райс по количеству миньонов отступает от Ринектона и по количеству киллов тем более но как мы уже отмечали Райс это тот герой который себя потрясающе реализует в мид и в лейт гейме в отличии от Ринектона который безумно силен в Эрле и в этой связи Райс может реабилитироваться по ходу этой игры и в дальнейшем быть очень и очень полезным и эффективным против синей команды да дракона нужно сейчас немножко перетерпеть скорее всего Z будет набирать свои обороты его урон будет возрастать подождать пока он соберет свой и кстати говоря Хекс Дрикер он собирает первым предметом что в принципе не удивительно магического урона от B2-2 анимона и лозанни он может получить очень-очень много при любой попытке врыва Сильно продамаживать Тирадин Тауэрку на мид лейне ребята из синей команды Аккуратно стоит Питерпокер не стремится он здесь врываться у него нету опций нету подкрепления тем более лозанни подходит к центральной линии будет ли попытка продолжить дальше от игроков СуперТим Капа этот пуш по центральной линии очень важно здесь не допустить ошибок ни в коем случае Капа наступает с полным ходом уже по мид лейну не Power of Dreams находится на топ лейне их четвером втроем они точнее пытаются защититься против пятерых Каповцев в то время когда Трандрим только подходит к этому мид лейну это вообще с нижней линии Арчи немножко продамаживает РХА БРХА потерял 40% хп и есть в принципе у драконов опции даже ворваться по СуперТим Ру Капу несмотря на то что СТК сейчас впереди по всем сторонам по сути пофиг при катаниях эффериал чейнг спонник Вана старается по largest Mario беда два идвет отличный monitor он сделал Мискоммуникейшн со стороны дрэг三 вроде хотели ворваться но с другой стороны опции особо не было для врыва боялся наверное мера ренда и до того что окажется один наomena как обычно в기로ци sac Давай используют Ассалт Б3, команда ее не поддерживает Jester of God. Ловит в Обранпризм, Б2-2 использует свой Дисторшн, дабы внести экстра урон по Таранлиму. Продвигаются игроки СТК ближе к центру. Не да. И видите, смертельные танцы, бог ты мой. Убрыб пошел по Power of Dreams, подставился он крайне неудачный. Тянь Чайпан врывается на Jester of God, тут же прорывается Домиллс, отходит. Потер-покер пытается раздамажиться по игрокам Супер Тим Капа, но неудачно Анимон добьет. Все-таки Jester of God взял этот кел. Тут же напрыгивает Анимон на Люцан, но Люцан пытается с разворотом надамажить игроков СТК, но неудачно. К сожалению, Трипл Килл уходит в пользу, и Jester of God должны отойти. Дрэгон, так или иначе, им нужно восстановить свое здоровье для того, чтобы задефить Тир-3-вышку. Б2-2-2 дабл Дисторшн вновь! Практически погибает Мирорент. Потеряет сейчас экстра тайм, и команда СТК может постараться добить Тир-3-вышку. Power of Dreams единственный, кто сейчас может им помешать, хотя Питер Покер тоже бежит без, к сожалению, своих хом-гвардов. Power of Dreams получает Sigil of Silence плюс Эфириал Чейн, тут же идет Кока. Какой стан-лог комбо? Какой стан-лог комбо показывают нам ребята из синей команды? Неуточным образом подставился Райз под флеш-тибер, завод Лазаньи. Эта комбинация флеша и тибер, сватаяния, мы всегда наблюдаем и восхищаемся этой внезапностью. И Никуан подставился буквально подо всем. И был уничтожен, размозжен, он не успел нанести ни одной единицы урона. В это время Б2-2 как-то очень самоуверенно задерживает Эфириал Чейнами. Но Дракон поможет ли Драконам реабилитироваться? Тысяча золотых все-таки как-никак. Довольно быстро они его разносят, Анимон постарается, его соседей запрыгивает! Нет, не удалось ему сосматить его, но опять же у него был флеш, и по сути он ничего не потерял, кроме этого. Представляешь, что было бы, если бы Анимон сейчас украл этого Дракона? Да, это еще больше преимущество. Дизмораль у команды Дракона была бы просто катастрофическая. Да, и СТК, опять же, вышли бы по золотым дополнительно на тысячу, что составило бы огромное количество проблем для ребят из Дрэгон. Да, но сейчас 5500 для 16 минут, это очень хорошо. Они идут по вышкам, по киллам, по золоту, по преимуществу на карте. Ты посмотри, какое количество вардов они расставили в районе Мидлейна и в нижней части леса команды Дрэгон. Да, СТК вновь поражает количеством своих вардов уже во второй игре подряд. Изумительно. До этого мы много отмечали вардинг команды Рокс, по-моему. Команда Рокс вардит потрясающим образом. Из раза в раз они расставляют эти варды по периметру практически всего вражеского джангла, если речь идет об агрессивной игре с их стороны, и либо своего джангла, если речь идет об оборонительной игре команды Рокс. То есть очень-очень грамотный стиль игры. Рокс всегда реабилитируется. Не то, что реабилитируется, скорее адаптируется под... Заходит Б-2-2 вместе с Лозанни на топ-лайн, чтобы поймать Райза в очередной раз. Но понимает, что сейчас отдавать киллы ни в коем случае нельзя. Нужно это время, которое мог бы провести на кладбище и использовать для того, чтобы убить как можно больше крипов. Здесь его задача реабилитироваться. Срочно! Джейстер Ровгад может здесь стрелять. Миранет напрыгивает, попадает своим ваутбрекером под замедлением с помощью красного бафа. Продамаживает Джейстер Ровгад. Очень мощный каллинг был в району от раннима. Идет дальнейшее присоединение. Персинглайт проходит от Люциана. И добивающий удар со второй способности обеспечивает команде Дрэгон шатдаун на Ринектоне. Символит это каллинг. Да, в свою очередь СТК пытается раздамажить ингибитор. РХ получает урон. Неудачный момент для команды Дрэгон. А сейчас Питер Покер прожат. В свою очередь первая способность идет от Кармы для того, чтобы попытаться дожать Рэхаба. И Лазаня Фростфангом прикрывает своего Дагерри, чтобы он мог спокойно уйти. Да, Б2 является очень серьезной проблемой для Питера Покера. Как много он теряет здоровье при помощи одного лишь комбо. Дисторж на силу от Шилла Оф Сайленса и Мимика. 40% минус практически моментально для Зэдды. И он уже не может как-то продолжать. Ну что ж, мы сейчас ждем, да, конечно же, от Пауэр оф Дримса. От Райза какой-то возможности к фри-фарму. Ему нужно стакать каплю как можно быстрее. Ему нужно набирать как можно больше приметов, чтобы он стал еще опаснее. Ему нужен Фрозен Хард. Ему нужен Банш из Уэйл. О, сейчас встретится Миро Рэнс. Б2-2 идет Сиджилл оф Сайенс плюс Эфириал Чейн сбивает Ваутбрейкер. Миро Рэнс может погибнуть здесь. Нет возможности у него уйти из-под удартора. Он не будет преследовать Б2-2. Но у Б2-2 скоро совсем откатится Дисторшн. И без проблем Лебланк, естественно, уйдет из-под этого дэмэджа. Это контроль, который может нанести Лебланк при помощи двойной цепи. Конечно же, при помощи мимика. Оно просто очень огромное. О, Транлим стрял неудачно. Б2-2 прожимает его с помощью Дабл Дисторшна. И добьет, скорее всего, Транлима. Хотя... Ты видел, как красиво сейчас разбил Б2-2? Прыгнул из одной стороны в другой. Дабл Дисторшн сыграл очень хорошую роль для Б2-2 в это время. Да, тут джестеров гад ловит Питера Фокера с помощью Рафтон Пердата. Идет рут от Арчи. Смогут ли уйти? Идет замедление с помощью этого айтема. И прыжок от Б2-2 практически добивает Арчи под Игнайтом. Сможет ли выжить Карма? Ответ да, моментально приходит. И 12-4. Счет по количеству убийств. Пользуясь синие команды по голде. Идут очень хорошо Супер Тим Кап. Мне не верится, что мы сейчас увидим победу команды СТК над Дрэгонами. Они переигрывают по всем фронтам. И сейчас уже Драконы не смогут сделать ничего. Если этот натиск продолжится буквально в следующие 5-10 минут, то, боюсь, это будет победа для СТК. Ну что ж, наверное, мы подождем следующего Дракона уже, когда мы воскресим. Тогда Дрэгон смогут что-то показать. Речь уже пойдет о Бароне сейчас. Так как есть все абсолютно опции и варианты для команды Супер Тим Капа. Забрать Барона. И подраться в случае чего с Драконами за этот объектив. Как один из вариантов. Трандлим, конечно же, получил шаттаун с Джессеров Гада. Он должен реализовать эти 500 золотых. В Ластферстер Флэйдж уже есть у АТК команды Дрэгон. С другой стороны, ненамного впереди рехап находится. У него есть тот же самый Ластферстер, есть Пик Экс. И готовится Ластфиспер, Ник Ван. Эфириал Чейнс от Маргана, да. Пока что сейфовая позиция у ребят из красной команды. Дрэгон в такой... Не все для них хорошо, но они понимают, что еще нужно драться. Еще нужно стараться им бороться. И Б-2-2 запрыгивает, дает Дабл Сиджилов Сайленс. Этот паук по Power of Dreams может очень сильно навредить команде Дрэгон. Так как нету сустейна у Power of Dreams на этом райзе. Но ни в коем случае нельзя подставляться под удар. Нужно быть очень осторожным и ингибитор. Надо стараться отдэфить, но это крайне сложно. Да, это идет очень сложно. Поком разменяются обе команды. Рехап ловит Паймал Инерфлейм от Кармы. Прямиком с Плэшшилд. И как только влетает Зет и Вайт, уже нужно все масляные подержать. 50% проектов Рехапа впрыгивает. Но в Дабл Сиджилов Сайленс по Питеру Покеру он уворачивается очень хорошо. Вот Эфириал Чейн Джейнсер он будет получать прокат. Тут же врывается в помощь Ваутбрекер. Миро Рент и Лозанья пошел с Тиберсом на Арчи. Моментально уносит Карму. Энни тоже погибает. Тут же впрыгивает Питер Покер на Б2-2 с помощью Шану Марк. Шану Марк должна добить Лебланк. Тут же впрыгивает Элис. Может быть Тран не допьет Сивир. Да, удача. Удача здесь на стороне команды Дрэгон. Пока что Анимон уходит через стену. Джейстер оф Гад должен погибнуть. Но Флэш. Флэш его спасает. И размен 3 в 3. И несмотря на мощную инициацию от команды Супер Тимкапа, все равно Драконы сумели развернуть это. Не то чтобы в свою пользу, но не отстать по золоту. И по тем же самым киллам они сорвали Шарктера Дампу. Мы также сорвали СБ-2-2, если не ошибаюсь. Или нет? Разошлись патом, самое главное, в этом файте. Проигрывать нельзя было. Да. То есть не отдали Ингибитор. Это очень важно сейчас для команды Дрэгон. И хоть они не забрали большее количество киллов. Нежели команды с СТК. И отдали, естественно, Дракона, которого сейчас забирает. Супер Тимкапа, по-моему, главе с Анимоном. Даже несмотря на это, все сейчас немножечко улучшится для команды Дрэгон, мне кажется. Но разница по золотым, она возросла до 7 тысяч. И, честно говоря, Драконам нужно стараться все лучше и лучше. Все больше и больше. Да, Петербург Красава собрал свой Белжоу Тракатус. У него есть Проталайзер, уже Хэлл Тринкер. Но как быстро его разносят при первой же попытке ворваться и дать свою ульту по кому-либо. Да, он смог убить Б2-2, но мы также видели, что он был уничтожен в долю секунды ответом от СТК. Главный момент для Драконов является в том, что нельзя попадаться под полк от Левланг, от той же самой Севир. И флеш Тиберс у Энни нужно всегда предугадать. Ибо же иметь в виду, что он может быть и как-то аккуратнее себя вести во время этих самых плясок перед тем файтом. Ну что ж, я хочу обратить внимание лишний раз на 7-1 счет у Рениктона в этом сете. Сам Файеркей Беншин Вэл у него собранный. Варден Змэл вскоре превратится в Рандоин Зомин, что делает Рениктона опять же крайне эффективным. И Нинджа Таби, конечно, против таких героев, как Зет, Люциан и Вай. Конечно, это крайне эффективный предмет, уменьшает на 10% урон от базовых атак, что крайне, крайне круто. Да, тот самый трипл килл, который получил Жестер оф Гад несколько минут назад, вывел его очень хорошо вперед перед всеми остальными. Фронт лейну команды СТК крайне хорош. Если Жестер оф Гад потанковывает весь урон и весь полк от... Главное, Power of Dreams не попасться под удар. Карма отличный Минерфлейм, мы попадаем под Б2-2, но пока что вариантов нет ворваться, но это нужно делать. Азаня дает Тиберс и Пони Квану, опасно, где находится Power of Dreams, он, скорее всего, сейчас погибнет. Очень быстро тут же ворвается Б2-2 на Питера Покера, он очень быстро отдает этот килл в пользу команды СТК. И Тянчи Панда Мирорент может встретить крайне неприятно. Размен 2 в 0, и Ингибитор падает у команды Дрэгон. Супер Тим Капа за время прошлого файта... Учли уроки прошлого, поняли, какую ошибку они допустили. Правильно, ввели сейчас свой Энгейдж. Лазанья словил Power of Dreams, это тот самый чемпион, которого нужно мочить моментально. Люцан не успевает дать свой пирсинг лайт по двоим игрокам. И улетает СТК нам в свою базу. И как только Питер Покер попытался ворваться во всю команду СТК, он был тут же уничтожен. Не дали ему времени раскастоваться, прошел по нему сразу же, по-моему, контроль от Энни. И, в принципе, все, что им нужно для счастья. Начать тимфайт, дождаться, пока улетает Зет, уничтожить его в 0 секунды. И, в принципе, дальше, если у тебя есть возможность, уничтожаешь всю команду. Можешь отступить, если у тебя низкий уровень здоровья. И ты, в принципе, переживаешь за свое здоровье. Так, передвигаются ребята из команды Dragon, пытаясь пропушить тир-1 Тауэрку на мид-лейне у команды СТК. Но пока что не совсем успешно. И то, что 7-1 по Тауэркам в этой игре в пользу синей команды, для драконов, конечно, это крайне печально. Им нужно реабилитироваться, им нужно создавать условия таких, где их тимфайтовая композиция будет эффективнее, нежели то, что показывает СТК со своим тимфайткомпом. И, опять же, количество вардов зашкаливает для синей команды. Ты посмотри, БТ-2 продолжает ставить эти варды. Они видят все передвижения команды Dragon из раза в раз. Нечего сделать драконам в их собственном джангле. Они вынуждены двигаться осторожно по светлым зонам, которые им видны. А команда СТК пользуется слепотой драконов и пытается разнести барона. Смогут ли они это сделать? Вот главный вопрос. Мне нравится, как БТ-2-2 находится в лице. Не так много урона он сможет нанести по барону, но в то же время он сможет хорошо отзонить команду Dragon, которая попытается ворваться уже совсем скоро. Барона прожимает довольно быстро команда СТК. Подходит сюда Тянчи Панда, но он не может прыгнуть сейчас. У него нету валдбрейкера, он вынужден развернуться. БТ-2-2 проседает по здоровью, впрыгивает в помощь жану Марка. Питерпокер ли бланк будет здесь уничтожено. Но, в свою очередь, Миро Рент просел сильно по здоровью. Он будет пытаться задефить Питерпокер, припрыгивает через стену Сивир, забирает барона. Прыгает сразу же Асалбетром на рехаба. И барьер спасает пока что Сивир. Пауэр оф дринс, большой опасный напрыгивает Анимон. Боюсь, им нужно отступать. Лазаня практически погибает от рук Траннима. Отличный иммобалайз был сделан от Арчи по Ренектону. И замедление с помощью Иннерфлейн обеспечит возможность команде Дрэгон отзониться от Ренектона и выжить в этом файте. Ох, всё-таки погибает Зет. Всё-таки погибает. Вот этих миньонов, по-моему. Размен 3 в 3 и барон уходит, конечно же, в пользу команды Супер Тимка. Мы видим, как Джестер будет под этим бафом. Лазаня со станом заряжен. Полностью готов к бою. Арчи в опасности сможет. Траннима нету опции для эскейпа. Лазаня забирает этот килл. Ещё один 21-й килл в пользу команды Супер Тимка. Как хорошо они идут по этой игре. Несмотря на все попытки Драконов, как долго у нас удивительно жил Питер Покер. Он до самого последнего момента, например, предпоследнего. Он до Дрэгона после этого тимфайта. Но, тем не менее, урона не хватает катастрофически у красной команды. И всё, что они пытаются сделать, уходит не то чтобы в молоко. Да, есть результаты. Они убивают троих членов команды Супер Тимка. По прошлой тимфайта они разменялись на равных. Но, тем не менее, чего-то не хватает. Если при этом они отдают обжективы, то толку от того, что они размениваются в ноль, абсолютно никакого. Им нужно забирать что-то своё. Им нужно делать какие-то мувы по карте. Но при той игре, что показывает СТК, СТК не позволяют Драконам делать хоть какие-то действия по карте. В этом и проблема. Главное сейчас у Драконов. Они зажаты под своей башней. Несмотря на то, что Арчи хорошо полкает в этой игре. Его Иннерфлеймы из раза в раз попадают по самой главной цели команды СТК. Это рехаб. Б-2-2 делает. А после Джилов Сайлес неужели Траним сейчас оказался в дисконнекте, по-моему. Но стоял он довольно долго там, не двигаясь. И, вероятнее всего, это вылет от Люциана. Впрыгивает сейчас с помощью Талисмана Фаскэншен. И он Зэхан Питер Покер моментально был уничтожен вместе с Арчи. Продолжение идёт от Анимона. Уходят игроки Mirror End и Power of Dreams под свой фонтан. Но, к сожалению, команда Драгон ничего не смогла здесь делать. У них не было никаких вариантов, никаких опций. Прошу прощения, Талисмана Фаскэншен и нету в этой игре. Только Ун Зэхан Поражат от Сивир. Это агрессия. Это честь потенциал от Рениктона и Эрис под Ун Зэхан. Делают невероятную вещь. В доли секунды были уничтожены Питер Покер и Power of Dreams. Этим комбо. И ломаются обе. Нексус в вышке падает. Этот Нексус и команда Драгон терпят второе поражение в этом втором полусезоне. А Супер Тим Капа идут победоносным шествием и имеют в своем активе 4 победы из 4 возможных.